В Ульяновской области проходят всероссийские командно-штабные учения. На них сотрудники МЧС, полицейские и медики отрабатывают практические мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодием и природными пожарами. Учения поделили на три этапа. В первую очередь перевели в режим повышенной готовности главное управление МЧС. Далее развернули оперативный штаб, в готовность перевели аэромобильную группировку и подвижной пункт управления. Сегодня проведен осмотр сил и средств территориальной системы в Ульяновской области. Надо готовиться к предназначению. Учения будут проходить три этапа. Сегодня первый этап – это подъем состава тревоги, проведение осмотров, которые мы сейчас посмотрели. На второй день спасатели переместились в микрон мостовая к Свияге. В последние годы подтопление проходит этот участок стороной из-за многочисленных проведенных дренажных и укрепительных работ. Тем не менее, зима в этом году выдалась снежной. Уровень воды в Свияге значительно поднялся, а значит и спасателям надо быть начеку. По легенде учений, вода в реке вышла из берегов. 120 местных жителей, а среди них 20 детей оказались в беде. Подтопило 30 домов. Спасали мостовчан с помощью альпинистского снаряжения и плавсредств. У нас активное участие принимают студенты нашего колледжа, муниципального управления. Порядка 40 человек. Соответственно, они будут изображать и потерпевших. Они уже подготовлены в этом вопросе. Их будут страховать профессиональные спасатели и переправлять. И, соответственно, потом часть студентов будет переправлена на эту сторону. И, соответственно, будет такой элемент, как регистрация и посадка на автобусы для доставления и пункта времени размещения. Но прежде необходимо отработать один из самых сложных элементов. Переправка раненого на носилках с помощью трапеции в безопасное место и оказание первой медицинской помощи. Третий день учений посвятили уже лесным пожарам. Такие учения проходят ежегодно. Оценку действия спасателей дадут представители Центрального аппарата МЧС.